Здравствуйте, мои юные друзья! Сегодня мы открываем новую рубрику, которая, ну, надеюсь, она у нас вам полюбится, и мы, в общем-то, так сказать, будем подводить итоги каждый месяц. Каждый месяц у нас будет, значит, рубрика называться... Можно было бы назвать рэп-топчик? Но там не везде рэп. Поэтому просто топчик будет. Топчик декабря! Да, Максим? Максим, давай вот так обзовём. Топ декабря 2021-го. Ну, топчик давай. Топчик. А что топчик? Ты что, это, Майнкрафтер, что ли, топчик? Не знаю. Ну, ладно. В общем, Максим сам решит, как он это дело обзовёт. Вот. Но, значит, смысл этого нашего направления, так сказать. Теперь мы будем в течение месяца выбирать тех, кто мне больше всего понравился. Я их буду расставлять по очерёдности. И буду, соответственно, называть тех, кто мне зашёл. А кто не зашёл, тех мы вообще называть не будем. Вот. Ну, можно было так, ну, выбрать так десяток, да, но бывает так, как в этот раз, допустим, что до десяти мы не дотянули. Поэтому будем, буду называть вот сколько есть, сколько выбрала, кто понравился, столько топ, тех, кто мне понравился, вот будем называть. Итак, топ декабря. Начнём, как всегда, с конца. Значит, на... на... Это будет восьмое место. То есть, восемь треков в этот раз у меня зашло. Значит, на восьмом месте я выбрала Тонира и Томчу. Потеряли пацана. Мне, в принципе, понравился сам настрой и музыка, и как-то всё было весело и замечательно. Поэтому я решила, что этот трек должен попасть в мой топ декабря. Ещё хочу заметить, что не обязательно, если этот трек, допустим, в декабре вышел. Главное, что я послушала эти треки в этом месяце. И поэтому мой топ тоже основывается на основании того, чего я там наслушала. Итак, второй с конца, то есть на седьмом месте у меня будет Маркул. Полёт нормальный, друзья мои. Ну, может быть, его даже стоило бы чуть-чуть поднять выше, но вот я решила, что он будет у меня на седьмом месте. На шестом месте у меня будет Нойз МС букет крапивы. Асёток на меня посмотрел. Ну, что, я просто взгляд поднял в этот момент. Так, понятно. Значит, на пятом месте мы ставим Оксимирона с треком Улёт. И вот, если честно, я даже не помню про что. Но раз записано... Ну, тебе понравилось. Да, раз записано, значит, мне понравилось. Значит, на четвёртом месте я ставлю Афган Макса Коржа. Хотя альбом мы слушаем, и он тебе не особо заходит. Да. В данный момент мы слушаем. То есть это спойлер небольшой на будущее. Да. Значит, на третьем месте у меня радиотапок Цусима. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Я прям вот получила удовольствие от его исполнения, как всегда. И, значит, у меня осталось два места. Второе и первое. И здесь такая интересная картинка. А я вообще встала вначале перед выбором. Я не знала, кого поставить на первое место, а кого на второе. Но потом, потом, потом я решила, что всё-таки Бахти, Ветер и Берёза, не помню, как девочку звали, Тур. Кен или что? А вот, значит, Ветер и Берёза, мне очень зашла эта песенка. Конечно, вы сейчас скажете, что что за фигню я оставлю одним из лучших. Но вот мне совпало по настроению. Было очень красиво, было мелодично. И я вот до сих пор помню про что. Вообще там смысл очень много глубокого, которое, возможно, молодёжи не понять. Ну, вы просто его не слушали, поэтому вам ничего не понять. Вот. И на первом месте, хотя вот вначале я думала, как это, что там поставить, первым или вторым. Но потом я захотела, чтобы у меня на рингтоне была эта музыка. И поэтому первым идёт... Послушаем. Нарингтон. Я звоню. Оля, тебе нравится такая песенка? Как это не очень? А мне понравилось. Ну, и так, друзья мои, как вы догадались, на первом месте в декабре у меня вышел Дима Билан с Мари Краймбери, значит, «Ты не моя пара». И хочу извиниться перед Мари Краймбери за то, что когда была реакция, я вообще про неё ничего не сказала. Хотя они настолько созвучны и настолько получились единым целым. То есть я всё время про Билан говорила, и про неё ничего не сказала. Хотя она была тоже шикарна в этом треке. Ну, вот как-то так. В этом сезоне, в этом декабре мы закрываем топ декабря вот такой замечательной музыкой. Всем пока!